Я просто не понимаю, почему у меня не может быть так, как у всех? Почему у меня не получается? Я столько пытаюсь, столько над собой работаю, проходила уже все практики, рот чистила, занималась, и хочу просто иметь нормальную жизнь. Такое ощущение, что со мной что-то не так. Прям хочется спросить, что со мной не так? Почему у меня не получается? Вот сейчас твой вопрос, что со мной не так, почему не получается? Он из позиции жертвы. С тобой все так. Просто ты на данный момент не исполняешь задачи своего духа. Вот то, с чем ты сюда пришла. Сколько раз ты уже была замужем? То есть ты пыталась, не получалась, и это не значит, что этого никогда не будет в твоей жизни. Просто сейчас, именно в этот момент, на этом этапе, до тебя Вселенная уже со всех сторон пытается достучаться. Не туда идешь. Посмотри, у тебя здесь забирают, здесь забирают, здесь у тебя закрывают дверь. Нет, ты напролом идешь. Я еще стану лучше, я еще буду больше себя прорабатывать. Нечего прорабатывать, понимаешь? Ты сюда пришла с совершенно другой целью. Ты знаешь, что в тебе заложено. Мы с тобой раскопали. С самого детства в тебе было заложено это знание. Ты чувствовала, куда тебе нужно идти. Что произошло в какой-то момент? Общество, программы, родители тебя направляли, куда тебе учиться, за кого тебе выходить замуж. Ты попробовала, видишь? Ты говоришь, я хочу иметь нормальную жизнь. Что значит нормальная? Во-первых, ты не знаешь то, что тебя окружает, являются ли эти люди действительно людьми, либо голограммами, программами в твоей реальности, просто чтобы тебе было интереснее играть. Начнем с этого. Соответственно, ты сюда пришла, чтобы исполнить задачу свою, контракт, дух, как хочешь так называй, божий план, план вселенной, судьбу, чтобы пройти. Но ты упираешься, ты внутри чувствуешь, тебе душа рвется, говорит, мне туда, мне для того, чтобы помогать людям, вести их через переход. А ты отворачиваешься и говоришь, нет, я хочу семью, я хочу как у всех, чтобы что? Ты можешь пытаться еще раз и еще раз, ты уже пыталась два раза. Принесло тебе это счастье, удачу, внутреннее наполнение? Нет. Поиски не заканчиваются, потому что внутри вот этот вот голос, он прям фонит. Давай, выходи на свой путь, начинай делать то, зачем ты сюда пришла. И ты знаешь, как мне один раз мой учитель сказал, когда я проходила через очередное пробуждение, я не хотела, как сказать, I didn't want to face the reality, да, не хотела смотреть вот на то, зачем я здесь. Я отворачивалась и говорила, я хочу как у всех, чтобы вот так ездить на машине, муж, чтобы по бокам дети, дом, все. Он говорит, Джулия, ты уже пыталась? Я говорю, да. Он говорит, ты можешь пойти назад, попытаться еще раз, у тебя не получится. Понимаешь, здесь дело даже не в том, веришь ты в это или нет, а факт остается фактом. Ты посмотри на реальность и что происходит. И чем быстрее ты примешь свою роль здесь, прикинь, тебе как будет классно. Тебе сразу все двери раскроются и бонусы, бонусы тебе пойдут, понимаешь? Тебе сейчас тяжело так. Почему? Потому что сопротивление, ты борешься, борешься, понимаешь? Фраза есть такая, what we resist persists. Не противьтесь злу, ибо оно множится. Тебе сейчас нужно сдаться, но не сдаться опустить руки, да, забить на все, ничего не делать. Сдаться, принять в том, что ты сама выбирала этот путь, этот контракт, эту миссию, эту задачу своей души, с которой ты сюда пришла. Зачем с этим бороться? Зачем пытаться быть кем-то, внимание, когда ты просто можешь стать собой? Ты просто пойми, как это ценно будет. Представь, ты принимаешь свою роль, все, и начинает тебе раскрываться твой путь. Там прилетают бонусы, там деньги начинают приходить, потому что ты начинаешь служить этому миру. Через то, что заложено в тебе, через то, зачем ты сюда пришла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...